Добрый день! Мы продолжаем и заканчиваем лекцию по мусульманской Испании. И в завершении, как я и говорил, мы обсудим немножечко экономику и культуру арабской Испании. В самых общих чертах, самые, как бы сказать, базовые вещи, да, я проговорю, но, конечно, для того, чтобы всерьёз разобраться в экономической истории арабской Испании, надо читать литературу. Это я не устаю говорить, что лекции могут служить и служат только ориентиром в море литературы. А дальше надо читать и начитывать уже самому, конечно. Итак, экономика и культура арабской Испании. Начнём с экономики. Прежде всего стоит отметить сохранение развитого денежного обращения и, безусловно, превалирование отношений товар-деньги-товар над отношением товар-товар, над отношением товарного обмена, бартерного, да. В этом плане в арабском мире натуральное хозяйство довольно быстро отходит на второй план. Город становится центром торговли и ремесла. Просто в качестве примера, но обратите внимание, в Кордове 21 городской рынок. 21 в одном городе. В Западной Европе нам потребуется долго, очень долго потребуется искать такой город, в котором было бы столько рынков. Даже близко. То есть, в этом плане общество Аля-Андалуса очень сильно отличается от современного общества Латинской Европы в лучшую сторону. Оно более развито, оно более экономически самостоятельно, оно более окультуре, как мы будем сейчас говорить. Основа экономики по-прежнему – это сельское хозяйство. То, конечно, при этом развитая культура право частной собственности, да. Частной собственности обладают, видите, и частные лица, и община, и правитель. Серваж практически неизвестен, клонат известен от части. Землю обрабатывают рабы-батраки-арендаторы, либо те самые частные лица. Ну, как правило, даже даже обычные воины, да, мужчины-воины старались всё-таки завести себе раба. Но здесь есть парадокс. С одной стороны, да, конечно, старались завести раба и сделать так, чтобы землю обрабатывали рабы. С другой стороны, вспоминайте то, что я говорил про политику, то, о чём мы говорили, да, о политике кордовских эмиров, а потом и халифов, то есть ещё даже вот о тех временах, о 9 веке, 8-9 веке, когда всё больше, 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 больше удельный вес в армии переносится на наёмников. Местных как раз стараются не брать. Ну, если нет серьёзной необходимости, то пусть лучше местные пашут землю и растят хлеб. От них будет больше пользы так, чем в боевых отрядах. Вот. И, собственно, сельское хозяйство в Аландаруси, конечно, развивается очень сильно. Я не говорю даже про то, что приносят более 10 видов новых сельскохозяйственных культур, неизвестных ранее в Испании, да, то есть то, что приносят арабы с собой. И в Испании появляются культуры, которых никогда не было. Рис начинают выращивать просто в качестве примера. А так, я об этом частично говорила, мы об этом в первой лекции, про флору и фауну. Довольно быстро формируется региональная специализация сельского хозяйства. Следы её очень хорошо видны сейчас. Об этом тоже говорил в первой лекции. Посмотрите, пожалуйста. Скотоводство развивается в этом плане. Христианская Испания не будет сильно отличаться. Вот именно в области скотоводства они идут довольно близко по уровню и по качеству с арабами. Разве что арабы разводят коней, в том числе на продажу. И это очень серьёзная статья дохода в Аландарусе. У христиан с этим было хуже. Параллельно развивается ремесло, появляется феномен казённых мастерских. Ещё не государственных, но подотчётных, скажем там, эмиру, да, или вали данной местности. Появляется разделение, опять-таки, по регионам. И особо развивается, видите, горное дело, кузнечное дело. То есть, обработка металла развивается с форсированными темпами. Ну и добыча полезных ископаемых, насколько их вообще можно было добывать. Что касается финансовой системы, здесь любопытно. Мы, говоря с вами о Древнем Риме, упоминали, что римляне выкопали в Испании практически всё золото. То есть, своего золота в Испании практически не осталось на момент Средних веков. Для арабской же Испании характерна биметаллическая корзина как раз золото-селебро. И разменная монета при них медь. Золото привозное из североафриканских приисков. Соответственно, до альморовидов, в эпоху Эмирата Амиядов, в основном чеканили серебро. В основном чеканили дирхемы. Соответственно, дирхем – это искажённая греческая драхма, на всякий случай, да. Динар – это искажённый римский денариус, денарий. В основном чеканили серебро. Это продолжалось до Абдар-Рахмана III, преемник которого, Аль-Хакам, да, в основном начинает чеканить золотые динары. Но классика золотого динара появляется позже. Классика появляется в конце XI века с приходом правителей альморовидов. Это монета весом 4,25 грамм чистого золота. Альморовидский динар начинает называться Аль-Мораведи. Аль потом отпадает, остаётся слово Мораведи. Вот то самое Мораведи, которое фигурирует во всех хрониках, сборниках законов и так далее. Полновесная золотая монета – основное средство расчёта. При этом к XIII веку, вот одно из следствий великое, также быстрая реконкисты, кстати сказать, да, становится недостаток золота в экономике. И Мораведи в правлении Фернанда III, и особенно в правлении Альфонсо X и его преемников, Мораведи становится тем, что называют счётной монетой. То есть, по рукам он не ходит, их не так много. Но он становится счётным эквивалентом. К нему приравниваются все остальные монеты, серебряные и медные, по определённому курсу. И исчисление зачастую, особенно больших сумм, исчисление идёт в Мораведи. А реальная выплата в динариях. В христианских 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 динарий – это серебряная монетка довольно мелкая. При Аль-Махадах появляется двойной динар. Ну, двойным, видите, он называется двойной, хотя он на 0,25 грамм больше всего, да, чем Мораведи, чем Аль-Моравицкий динар. Но его называют двойным, отсюда кастильское слово «добра», и «добра» как означение монеты, и, наконец, отсюда позднее уже испанское слово «дублон». Дублон как монета, вот «доблон» – это восходит к двойному золотому динару Аль-Махадов. При этом и Аль-Моравицкие динары, и Аль-Махадские двойные динары были очень популярны далеко за пределами Испании, поскольку здесь не надо давать затмить себя разум какими-то конфессиональными предрассудками, да, не надо видеть в Аль-Моравидах, в Аль-Махадах, в Амиядах просто вот врагов христианства, от которых там испанцы отбивались и отвоёвывали себе пространство. Это неправильно. И Аль-Моравиды, и Аль-Махады – это вообще-то крупнейшие державы тогдашнего мира, правители которых обладали огромным авторитетом среди правителей Европы и Африки. И поэтому, собственно говоря, их монета, золотая чеканка Аль-Моравидов, Аль-Махадов пользовалась огромной популярностью, и монеты ходили далеко за пределами Испании вообще-то. А теперь давайте от финансов, к которым мы ещё будем возвращаться по разным поводам, но уже не в этой лекции, от финансов давайте перейдём к духовной культуре. Ну, здесь несколько замечаний. Прежде всего, вот прежде всего, это доминирование Ислама как стержня культурной жизни, как стержня культуры. Всё выстраивается вокруг него, и, как бы сказать, нормативная сторона Ислама становится нормообразующей для культуры. Отсюда и культура поэзии, и высокий престиж интеллектуального труда, и богословие как одна из центральных сфер интеллектуальной культуры. При этом Аль-Анделус, это вот к слову о том, что я сейчас говорил про монеты, Аль-Анделус, встроившись в халифат Амиядов, встроившись в халифат Аль-Маравидов или Аль-Махадов, оказывался лишь одной из провинций, частью вот этого огромного пространства арабоязычной культуры, по которому ходили рукописи, сюжеты, техники. То есть, это циркулирование огромных потоков, на самом деле, культуры, то есть, тексты, идеи, музыка, это всё спокойно циркулировало по всему исламскому миру, и Аль-Анделус получал практически все достижения исламской культуры, которые были. При этом серьёзнейшее отличие Аль-Анделуса от других регионов заключалось в том, что здесь была очень сильная доисламская традиция. То есть, в отличие, скажем, от того же Аравийского полуострова, где доисламская традиция, конечно, была, но не письменная и вообще, в отличие, даже скажу, от Северной Африки, где вроде бы был Рим Иванов, в Аль-Анделусе, здесь доисламская традиция оказывается мощнейшая, христианская, еврейская, и, собственно, поэтому культура Аль-Анделуса получается не мусульманская в чистом смысле, в строгом смысле этого слова, а очень такая любопытная амальгама из нескольких культур. Сами андалусийцы неоднократно в своих текстах подчёркивали своё отличие от других мусульман. Ну, собственно, библиотеки и школы, я уже коротко упоминал про библиотеку Кордова и библиотеку Аль-Хакама, доходившую до 400 тысяч томов, где 40 томов только каталог. Таких библиотек было минимум две, вторая такая же библиотека, это Севильская. При этом библиотеки в мусульманском мире вещь распространённая, есть частные библиотеки, есть общественные. Частных и те, и другие, самого разного масштаба. От нескольких книг до нескольких сотен и тысяч экземпляров томов. В Кордове ежегодно переписывается почти 20 тысяч экземпляров книг. То есть библиотеки и книжное дело очень развито, значит развито умение читать. И в целом общество Аль-Андалуса выглядит гораздо более культурным, нежели его европейские и латинские современники. Развито начальным, то что сейчас назвали бы начальным и средним образованием. Уже в X веке в Кордове насчитывается 27 школ. Мне можно возразить, что Кордове это город халифов, это столичный город, стольный. Вот там и 27. Но в других городах халифата школ тоже было, может быть, не так много, но они были везде. Вот здесь распространённость школьного образования очень сильна. Две ступени, да, вы видите на слайде. Первая – это изучение Корана обязательно, и основываясь на Коране чтение и письма. А вторая – это уже философия, богословие, право, естественно, научной дисциплины. Это, собственно говоря, то, откуда в христианский мир попадали знания, ну, в частности, о комментаторах Платона, да, Аль-Фараби, Аль-Газали. Их труды попадали, собственно, во многом через развитую систему мусульманских школ. И, разумеется, что в обществе Аль-Андалуса, особенно, кстати, в правлении Аль-Маравидов и Аль-Махадов, развивается и литература, и географические трактаты, и философская традиция, и медицина. То есть это, повторюсь, общество оказывается на голову выше современного ему европейского сообщества, европейского латинского общества. При этом парадоксально, но влияние арабского языка на испанский оказывается гораздо меньше, чем можно было бы предположить. Ну, вот в средние века не более 1% лексики было арабское, да, сейчас того меньше. Зато очень показательно сферы, где присутствует арабская лексика, причем в большом количестве. Смотрите, это военная, административная, торговая и фискальная сферы. То есть мы сразу видим те сферы общественной жизни, в которых доминировали мусульмане, и даже если в которых действовали христиане, им приходилось общаться по-арабски, чтобы находиться в одном предметном поле со своими мусульманскими контрагентами. Понятно, война, понятно, администрация, но еще и торговля, как вы видите. Для усвоения иной лексики, да, предельно важной оказывается практика переводов с арабского на латынь, потом с арабского на костильский. И важность этих переводов прекрасно понимали в христианском мире. И, как видите, переводить начинают с конца X века. Сначала математические и астрологические компиляции, которыми, в частности, вот этими книгами Александра будет потом пользоваться Герберто Вильякский, Папа Римский Сильвестра II. А после 1085 года по инициативе архиепископа Толеда Раймунда и вообще создается знаменитая Толедская школа переводов, куда съезжаются переводчики самых разных стран Запада, где переводят Аристотеля, где переводят уйму всякой околохудожественной философской, квазифилософской литературы, где переводят, начинают переводить Аверройс, это, собственно, Михаил Скотт, где читают Аль-Газали, Аль-Фараби и многих других, Ибн-Гибероля, Маймонида и многих других арабских и арабо-еврейских авторов. Соответственно, в XIII веке появляется массовая практика переводов уже на Кастильский язык. Это, ну, вот вы видите, это и книга о Калилии Димне, это и тайная тайных, секре паридарда нас паридарес, вот, и так далее. В Каталонии знаковая, оказывается, фигура Реймунда Луллия, о которой я как-нибудь ещё поговорю отдельно и более подробно. Но здесь, пожалуйста, сконцентрирую ваше внимание на последнем пункте в слайде, да, по инициативе Луллия или Льюлия, это один и тот же человек, Венский собор принимает решение организации обучения восточным языкам проповедников, которые уходят на восток. Вот. Но нельзя учить арабскому языку, скажем, не изучая Коран. И в XIII веке мы видим несколько переводов Коран на латынь, да, сделанных для того, чтобы можно было прочесть эту книгу и читать, может быть, в параллелье латинский арабский. В целом, в целом, собственно говоря, соприкосновение арабской Испании, мусульманской Испании, да, с христианской оказывается очень полезным, очень плодотворным, прежде всего для христиан. Арабы заимствуют мало, но они по своему уровню культуры оказываются настолько выше современных им христиан, что здесь этому удивляться не приходится. И объём заимствования, объём взятого, скажем так, у арабов оказывается настолько велик, что когда говорят о... когда средневековые источники говорят о барабах, о маврах, с одной стороны, конечно, пишут, что они враги веры и враги Христа, но, с другой стороны, не стесняются признавать за ними интеллектуальное превосходство, не стесняются заимствовать сюжеты, переводить целые тексты и писать, откуда переведено больше того. Не стесняются восхищаться и произведениями культуры, и авторами этих произведений. То есть, в этом плане, повторюсь, взаимодействие мусульманской и христианской Испании, ну, или христианской и мусульманской, отнюдь не исчерпывалось просто чередой постоянных, более или менее кривавых военных действий. Это было очень богатое, вдумчивое сотрудничество на самых-самых разных уровнях. Коротко о литературе. Историю халифата Большакова, в основном первый том для разговора о четырёх праведных халифах и четвёртой про Испанию. Крачковский – это классическая работа по арабской культуре, немножко уже устаревшая, но просто классическая. Переводная работа от «Тайкакия», ещё один классический труд по мусульманской Испании. И следует особо отметить, что у Ирины Игоревны Варьеш вышла, конечно, ещё минимум одна книга по положению мудехаров, то есть мусульманского населения под властью христиан, по правовому положению. Соответственно, дальше здесь обратите, пожалуйста, внимание на подборку книг издательства «Эдинбург» «Университи Пресс». Это один из самых, пожалуйста, известных центров мировой арабистики современных. Книга Босворта переведена на русский язык и доступна по-русски, в том числе в электронной версии на сайте runiverse.ru. Ещё из русскоязычных можно отметить старую, но, в общем, не теряющую актуальность переводную работу Альтамира Икравеа «История Испании», где арабская, как сказать, секция, арабская доля довольно неплохо написана. Вот, ну а, соответственно, О'Каллахан и Герли – это просто классические работы, к которым можно адресоваться всегда, про арабов там тоже много чего есть. Спасибо за внимание, и в следующей лекции мы перейдём к разговору о реконкисте и о формировании христианских королевств полуострова. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok